Привет, мои хорошие! Сегодня буду готовить простой, но очень вкусный, полезный салат. Винегрет. В приготовлении винегрета нет ничего сложного. Я хочу поделиться своим рецептом такого вкусного, ароматного, овощного салата. Я уверена, такой салат получится у каждого из вас. Итак, приступим. Свеклу я помыла, но не чистила. Картошку я помыла, почистила. Будем ее варить вместе с морковкой. Морковь я почистила, помыла. Режем ее на четвертинки. Приблизительно вот так. Берем кастрюлю, где будут вариться овощи. Вначале отправляем морковку, сверху выкладываем картошку. Набираем воды и отправляем вариться. Варим до мягкости картошки. Проверяем картошку вилкой либо ножом. Если мягкая, значит готово. Свеклу мы варим отдельно. Точно так же проверяем, чтобы свекла стала мягкой. Наши овощи сварились. Теперь ждем, пока остынут. Вот остыли овощи. Теперь будем их резать. Картошку разрезаем напополам. Каждую половинку еще напополам. И режем квадратиками приблизительно 1 см. Отправляем картошку в глубокую миску. Теперь режем соленые огурцы. Точно так же, как картошку, режем кубиками. Отправляем к картошке. Переходим к капусте. У меня квашеная капуста. Я ее люблю немного порезать. Также ее отправляем к овощам. Морковь я так же режу кубиками. Соединяю с овощами. Перехожу к свекле. Свеклу я после варки почистила. Точно так же режу кубиками, как и картошку и все остальные овощи. Добавляю ее. Осталось совсем немного. Лук режем напополам. Каждую половинку режем полукольцами, либо четвертинками. Из зелени я взяла укроп. Режу мелко. Теперь солим салат по вкусу. Тщательно все хорошо перемешиваем. Остается только заправить наш вкусный салат. Поливаем щедро подсолнечным маслом. И еще раз все тщательно перемешать. Такой салат можно готовить даже в Великий пост. Достаточно всего лишь заменить подсолнечное масло на лимонный сок. Просто выдавите лимонный сок в салат вместо масла и перемешайте. Вот и все. Как вы видите, рецепт очень прост в приготовлении. А получается очень вкусный, полезный и аппетитный овощной салат. К тому же это бюджетное, невероятно простое и популярное блюдо. Я очень надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Желаю вам приятного, вкусного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментариях, насколько понравился вам этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И как всегда желаю здоровья вам, счастья и всегда верных, хороших друзей.